Дорогие друзья, мы в гостях у гостеприимного хозяина нашего бывалого советского и российского киноавтёра. Без штанов, но гостеприимного. Нет, ну допустим, не в штанов, в нарядном верте, на втором этаже Брежневского дома. И сейчас мы как можно более душе поговорим о его первых двух кинопроектах. Последние залпы и, и, и. Некоторый кинопроект, который пошёл сразу после этого, Третий тайм, о чём мы очень сильно хотим переговорить. Последние залпы этот, а все... Что после последних залпов хочешь? Третий тайм. Ну, мать тебя, давай третий тайм. Это через много, но чуть не 10 лет-то прошло. Ну вот я сравню, там 60-й год, там 62-й. Нет, у меня 88-й. А там годы выпуска фильмов. Нет, а нет, самое то же самое. Не, по-моему, там всё нормально было. Не сразу, через какое-то время. Мы просто начали в прошлом нашем видеоматериале. С моей точки зрения, волей судеб забытый фильм, где вам сразу же повезло с главной ролью капитана Новикова в последние залпы. Да. Такой простой советский супермен, ну, канонический персонаж от начала и до конца. Юрий Владимирович, вам спасибо за него. Вы играли как могли. Так, значит, пыль с толбом. И санинструктор здесь. Что у вас здесь? Свадьба? Да, именно. Здесь свадьба. Можете поздравить меня и Овчинникова. Лейтенант Овчинников, дайте водки капитану. Как всегда, неудачно шутите, товарищ санинструктор. Прекратить всем отдыхать. Так старался, но оно для меня, так сказать, мы же, я же с чего говорю. Я в 54-м году поступил в Щукинское училище, в 54-м. И в этом же 54-м году параллельно со мной поступили во ВГИК на режиссерский факультет Василий Макарович, Шукшин, Андрей Арсеньевич Тарковский, еще там в ревиоцехе. Вот. И потом у меня все сложно было. Я поступил, потом через полгода бросил, потом пытался вернуться. Вот все-то не получилось. Ну, потому что я пытался вернуться, надо было возвращаться к сентябрю. Я говорю, мама, я вот из Новосибирска. Она говорит, так денег-то у меня нет. Она говорит, заработает, потом поезжай, когда хочешь. Ну, я заработал, да пока я заработал, уже сентябрь начался. И я приехал со всей душой, но опять не вовремя как-то. Ну, тут долго все это рассказывают. Короче говоря, с третьего раза я уже поступил и уже не выеживался, так нежно сказать. А эти самые режиссеры, это у нас ведь, понимаете, мы с моим другом, писателем, все уходили уже, Виктором Ивановичем Лихоносовым. Мы считали, что когда наши подруги из драм-куршка, они искусство-искусство, театр-театр, артистки-артистки, и там все фотографии они собирали. Потом они старше нас на два класса были. И мы их боготворили, а они предали. Они поступили в мед, каждый день поступили в мед и забыли про артистов. И мы считали наше великое дело. А на самом деле наше дело тихое, скромное, всего-навсего 4 года. Понимаете, эти самые режиссеры нормально учились 5,5 лет. Короче говоря, с моими этими фокусами и бросанием, отдалением, потом догонянием, я параллельно с этими ребятами поступил и параллельно с ними закончил. А когда студенты, будущие режиссеры, что там происходит в кино в данный момент? Оттуда, как мне кажется, оттуда, в общем, чем-то я зацепил Андрея Арсеньевича. В общем, Шукшин потом приглашал меня, ну, народ же интересный, Шукшин приглашал Степана Разина, на брата, который, так сказать, с виду воинственный, а предал. Он вроде не такой воинственный, но он до конца был верен. Но дело не в нем. А Тарковский пригласил, как-то он меня заметил. Он меня приглашал даже в эту самую, как ее звать, повесть, ну, где о сыне что-то такое. Так, а зеркало, может, или нет? Нет, зеркало. Иваново детство. Иваново детство, то, что потом Зульков сыграл, Зульков, Зубков, блестяще великолепно. Вот, и правильно, что не я, мне это делать нехотно было. Но Тарковский меня не забыл и приглашал дальше, после Иваново детства шел у него на 3 рублю. Вот у меня и туда, вот. И, значит, позвонили, прислали мне сценарий. Я прочел, я никак не заподозил, что там мыслики самые высокие были. Нет, высокие у него были. Ну, что-то было, но долго. А все-таки вот у меня, у них такая игрушка была, Андрон Кончаловский, ну, и там Артур Макаров. Ну, когда они вот картину-то затевали, они, говорит, фотографировали разные рожи и потом разложить по сеансам. Вот эту рожу куда, эту куда, а эту куда, где вот она вот так. Вот, и вот, значит, мою рожу они, вот они как-то к этому, на князя подали. Кто-то обзывал меня красавцем, так вот куда этого красавца. Я, наверное, с этими с... Юрий Владимирович, давайте вот как. Мне в детстве повезло. Я был знаком аж с одной неоспоримой звездой советского кинематографа. Это был Леонид Бакштаев. Вы чем-то с друг другом с ним похожи. Кто? Леонид Бакштаев. Может, помните, такого нет? Ну, он в Киевском театре Лесе украинки играл, и он сыграл главную роль от обаточки солдата. Ну, служба превыше всего, потому что я сын солдата Великой Отечественной войны. Мой отец погиб, так и не повидав меня. Мать умерла спустя три года, вырос я в детдоме. Мне было труднее, чем многим, но я твердо знал свою цель. Я прошу извинить, что я слишком часто сегодня употребляю место имени я, но мои офицеры, наши боевые приказы не знают другой формы, кроме я решил. Пойдете по проводу, я за вами, берите провод. Ах, черт, что вы здесь ползаете? Еще до передовой не дошли, а ну берите провод. И он еще там в бомбараши запечатлялся в одной из ролей. Вы чем-то с друг другом, вот я смотрел его манеру исполнения, как он играл, вот каким он мне запомнился. По фильму «Аты, батышки и солдаты», и как вы играли капитана Новикова в «Последний залп». Вы играли, в общем-то, абсолютно похоже. Вот этот полный аскетизм, полная коммуникативность, полный вот этот аристократизм. То есть, грубо говоря, солдата уважай, но на шею не дай, не дай садиться. Требуй от него, требуй еще раз, требуй. Как это все, в общем, я не знаю, все было как учили. Вот так вот без... Понимаете, по-разному я вот... Мы работали с Мальцевой Людмилой Васильевной. Вот что мне в ней нравилось, и в ней тоже больше шестой год, или больше не знаю. Вот. Она серьезная, взрослая актриса. Она, мне кажется, чем страшна профессия, что одуревает немножко от себя. Ею, так сказать, ею призванность. Женщина, да. Женщина в особенности. Ну, и мужики, слава тебе, Господи, тоже есть, понимаете. Вот. А вот Людмила Васильевна была живым примером, когда... Вот как ее учили, так вот на этом она и стояла. Ее волновало то, что происходит в кадре. Ее волновало, понимаешь, не как она себя покажет, а вот то, что надо изобразить, во что... А чтобы как следует изобразить, надо в это поверить. Надо окунуться всей своей... Всем, что в тебе есть, понимаете. Вот так, вот так, вот так блестяще работал не учившийся никогда на актера, как я слыхал, Георгий Александрович Юматов. Он не учился. А он говорил, фронт прошел. И когда его спрашивали, ничего до света не боялся. Бывало страшно, бывало. Ну, на фронте бывало. И на съемочной площадке. А что бы, как... Он боялся наврать. Боялся, понимаете, я знаю очень многих, кто не боится. А вот Георгий Александрович боялся наврать. Поэтому не врал, потому... Ну, сам... Про артистов... Мало чехов про них, более-менее, соображал. Вот. А какой-то... Я прошу, как старый актер, говорит молодой... Деточка, поймите, артисты в сущности дети. Ну, в большинстве, правда, сукины дети. И это бывает. Вот. Но в сущности дети. И вот эта вот, вот эта инфантильность, в самом хорошем смысле слова, вот она была свойственна и Юматову, и Василу Новому, и Людмиле Васильевне Зайцевой. Бальцевой, и Зайцевой тоже. Вот. Вот как Зайцева, как она бесстрашна, понимаете. Я сколько еще старых артистов, которые... Упаси бог, как-то некрасиво себя показать. А вот Зайцева Людмила Васильевна не боялась. А такая вот, всякая вот, какая. Ее волновало показать то, что она должна показать. А не показать себя, какая она в данный момент. А где ты? Все ее за день целовал в детстве. Ладно. Да, она вот и выросла. А теперь вот неизвестно, чего будет. Вот. И вот это, вот это и у меня, вот это я старался как-то, понимаете, судьба у меня не такая богатая, как у Георгия Александровича. Вот. Ну, в общем, старался по совести, старался. И я... Ну, как учили. Я всей душой люблю моего капитана Новикова. Хотя получилось, произвело славу. Так, наверное, произвело, потому что Тарковский меня зацепил и оставил меня в этой профессии. Потому что я был тихий, я был скромный. Я из Новосибирска родом. Вот. За мастерство актера я пятерки никогда в жизни не получал. Ну, в училище, в театральном. В Щукинском. Вот. Телеграмм прошу отпустить посниматься. Ну, вот я и... Вот до первого я не доехал. Так, снимал, 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 снимал. И даже сейчас что-то такое. Вот и сейчас в роликах немножко. Ну, сейчас я приношу извинения. Вы в роли, простите, пиаровского рупора, простите, нашего спортивного кинематографа. Я как-то сейчас пытаюсь к третьему тайму все больше и больше подобраться. Потому что я-то как-то понемножечку мы делаем с коллегами, возрождаем из небытия, ассоциацию спортивного кинематографа. Мы пытаемся изобразить. Сегодня должна была встреча. Завтра будут показывать в офис. Ножем-то как-то. Дай бог, дай бог. Дай бог. Вот. Один технологический момент. Где вы снимали натуру? Как вообще выглядела озвучка у вас в этом фильме? Ты последний залп? Да. Село Довге. Долгое. Закарпатье. Там в этом селе по-венгерски разговаривали. В общем, на самом краю нашей громадной, праведной, любимой прекрасной страны. Так, ну и озвучка. Озвучка там была. Озвучка у вас не была? Иногда просто бывают. Нет, нет. Озвучивали в Москве уже, а снимали там. То есть натурные записи звуки не было? Хорошо. Теперь давайте сейчас сделаем глубокий вдох. Юрий Владимирович, я сейчас совершу экскурсию по всем задворкам вашей памяти. Легендарный фильм о моем родном городе. Фильм очевидно, что с недоработанным сценарием. Очевидно, что с неоднозначной концовкой. Очевидно, что тот самый случай жизни, когда сценарист и режиссер хотели что-то сказать. Неоднозначная реакция, неоднозначное мнение зрителей. Третий тайм. Ну и что? Сценарий Борщаговский, не режиссура Карелова, насколько я понимаю. Да, да, да. Вот расскажите, соответственно, как у вас, соответственно, о режиссёре немножко расскажите немножко. А сценаристы, если пересекались? С сценаристом, не помню, не пересекались. А с режиссёром... Да эти симпатичные какие-то были взаимоотношения. И он снимал, в общем, по-моему, двух одинаковых дублей он не снимал. И так, и так, и по-другому, всяко-разно. А потом из этого клеил, стряпал то, что в данный момент ему казалось нужнее. Я не знаю, ну, грубо говоря, там задумался этот футболист или ура, вперёд, понимаешь? Вот он и так снял, и я так снял. А потом то, что нужно, вставил. То, что, так сказать, вкладывал. Мне так казалось. Евгений Ефимович Карелов, да. От души всё это. Ну, а мы что? Мы старались. Старались. И я старался где-то ещё что-то... Может, я выдумал. Что-то там батут. Не то попросили, не то его, так сказать, он был. И я, значит, это самое... Потому что там какой-то... Ну, гол я забиваю какой-то в полёте. То есть в полёт на батуте я летел. Вот, и мне выкладывали мяч вот так. Откуда-то я его встречал и провожал. Вот. А всё остальное... Вы же очень ценный человек. Вы же, по сути, что для последних залпов, что для третьего тайма, единственной живой из творческой группы. Просто на вас, соответственно... Ну, ладно, все нормальные были. Я не помню, я помню, что Слава невинный, он там негодяи играл. Давайте начистоту. Я, например, совсем выдохся. И давно выдохся. Ребята, а они, может, покупают, а? На пушку берут? Да ты их не знаешь. Они на мушку берут. Он, ну, этого самого... Он какого-то предателя играл. Какого-то предателя, что-то такое там... Не хорошего, отрицательного. Но футбол он играл лучше всех нас, понимаете? Ну, и футбол, когда я целый год... Я уж не помню, кто, в общем, ноги закалил. Крепкие были. А вот с самого начала, как проходил кастинг? Где проходили съемки? Съемки проходили в двух местах. Съемки проходили в Кенигсберге, Калининграде. Там, потому что еще там... Какой год-то был? 62-й, год выхода фильма. Второй? 62-й. Я выписал из энциклопедии. Ну, я бы... Мне казалось, побольше. Может быть, может так, может быть. Ну, 62-й, потому что... Ну, нужно было еще остатки огрызки этого самого... Разрухи этой военной. И он еще к тому времени... Он не сразу... Его переименовали, его назвали, но не сразу его взяли под опеку. Пошли. Я про город. Там было еще развал этот самый снимать. Были какие-то куски там. А футбол сыграли в Одессе. В Одессе долбили. Но стадион, я не помню, как его, господи. Ну, стадион немножко похож на Черноморец. Стадион. Он главный, не главный. Потому что трибуны там были роскошные. Очень, очень может быть. Там парк Шевченко. Очень может. Ну, это я сейчас не... Очень может быть. В общем, ну, это не самый шикарный, не самый современный, не самый, так сказать, самый, так сказать, по времени модный, или там, я не знаю, какой-то красивый, завлекательный. Скромный, тихий. Ну, футбол снимали вот там в Одессе. Вот. А всякую эту самую жизненную там... Ну, когда... Ведь там же... Это же, самое, набирали футболистов-то из пленных. Вот. Поэтому... Я знаю, у меня другая история есть. Жуткая. И потому что мы... Мы... Я считаю, что у нас предатель велик... Ну, Никита Сергеевич Хрущев величайший предатель у всех времен и народов. Потому что я-то помню все. Я помню и 45-й, и 53-й, когда Сталин умер. И... В общем, Запад вякнуть не позволял себе. Не после 45-го. Только благодарили, только кланялись. И только когда Никита Сергеевич... Потому что в сторону Сталина не рисковал никто. Один он смелый был герой. Подвиг свой совершил, понимаете. И когда мы, Россия, никуда Никита Сергеевича не послала, там 3-3 возразили. И приплухся к ним в Шипилов. Там был Молотов, Маленков, еще не... Каганович был. Каганович? Да. Ну, Молотов, Маленков тоже вроде как. Да. Вот. И приплухся к ним Шипилов. Да застрял в мозгу. Вот. И их заткнули им пасть. И все сдались на эту дурь Никита Сергеевича Хрущева, которые верны по сей день. У нас Волгоград, город, герой. Выдумка, придурка. Вот. Сталинград. Во всем цивилизованном мире. Там и в Париже где-то там. Не то улица, не то площадь Сталинград. Ну, у нас... У нас Волгоград. У нас, не менее, площадь героев Сталинграда. Так. Ну, ладно. Такое есть. Спасибо, Ида Том. Спасибо хотя бы. А еще одна жутчайшая пакость нашего. Ведь цивилизованный мир, когда мы победили, цивилизованному миру это очень не понравилось. Ведь Черчилль затевал чуть не в июле 45-го года какую-то месть. Потом вовремя сообразил, что как бы эта месть другим боком ему не вышла. Вот. И, в общем, цивилизованный мир говорил, что ну кто победил? Ну, это самое... Что это не победа вовсе. Вранье было. Ну, врать умеет Запад. Надо ему отдать должное. Вот. И говорю, ну какая победа? 27 миллионов. Увеличивалось количество погибших наших. Вот. А всего 8,5 миллионов немцев погибло. И так хитро было. От немцев 8,5 миллионов. А сколько румын, сколько этих самых, сколько, сколько, сколько. Потому что где-то я слыхал, что этих самых немецких дивизий было там не то 140, не то. А за этих всех финнов, румынов, всех-всех-всех, пятьдесят восемь дивизий. Об этом как-то скромно помолчали. Все-все восемь с половиной. А тех сколько погибло? То есть все вранье, 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 вранье. И величайшая подлость Запада придумала Англия на глазах, как я их нежно называю. Что значит? Значит, 45-й год. А давайте в знак победы, в знак этот самый, пригласим футболистов, русских футболистов, к нам на родину футбола, пригласим их сюда. 11 на 11. Там Жуков мясник, победил он это с самым мясом, понимаете, сколько. А мы вот наравне. И сегодня на эту тему фильм сняли. Один из молчаливых мужчин. Художественный. А еще есть документальный фильм с мячом в Британию. Что, что как? А еще есть документальный фильм с мячом в Британию. Я вас могу познакомить с творческой группой этого фильма. Хотите? Да, не рвусь, но не откажусь. Вот так, не рвусь. Простите, но вот 3 октября, буквально послезавтра, в Доме кино будет премьера фильма про Игоря Численко, Владимира Александровича Горликов, там сценарий. Ну, это после гораздо. Нет, это после, но чемодатки мы рады. Как раз премьера у нас, простите, не каждую неделю. Ну да. В Дом кино, пожалуйста, мы вас пригласить сможем. Да как, разберемся, вроде и так пустят, господи. Я, в общем, мне 87 полных, восьмое потихоньку лопит, не спеша. И, в общем, я уже не такой готовый бросаться везде на просмотры. В общем, на работу, да. На гулянку лучше здесь отдохну. Так вот, и сегодня в этом фильме кончилось, но это тоже долго рассказывать. Короче говоря, 4 матча было. Это Динамо, она считалась довоенным еще этим самым чемпионом. Там усилили ее Бобровым сел, Николаевичем, по-моему, сел. Бобров, ЦДК, Центральный дом Красной армии. И два спартаковца было. Нет, был один Архангельский из Ленинграда. Архангельский, я помню. Да, футболист по фамилии Архангельский был, тоже усиливал. Он там штуки три он забил там. Нет, там и Бобров забивал. Бобров шесть забил, Бесков пять, а вот Архангельский, по-моему, четыре. И, в общем, мы... Чего это стоило, ребятушка? Вам было восемь лет, вы были ребенком. У меня было интереснее даже. Я, сорок шестой год. Я, значит... Ну, долго рассказывать все, господи. В сорок шестом году мы с мамой переехали из центра. Она в ТЭЦ-аде. Она энергетик была, она и отец тоже энергетики. Из них никто не воевал, из их однокурсников. Вот, потому что вкалывали, вкалывали, вкалывали. Энергия ТЭЦ, ТЭЦ, ТЭЦ теплоэлектроцентраль. Да, там рабочих, там токарей, пекарей не поставишь во главе. Там инженерами надо быть. Вот, 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 вот они и были ими. Они и были, и ее сейчас уже разобрали всю первую. ТЭЦ-1, она около моста была, которая через ОТ. Вот, вот, а уже на левом берегу, в промышленном, там, там промышленность была. Да, там и Сепсильмаши, Оловянный комбинат. Сепсильмаши, металлургические, этот самый, тяжстанка, гидропрессы, продольный строк, устанем перечислять. Вот, и ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Здоровая, если... Сейчас мы, вот я только что оттуда, из Новосибирска, сейчас мы у нее проехали. Там градиры уже нету. Градирник я там остывал, вот этот самый пар, вот, градирник. А сейчас труба здоровая. Ну, все, все работает, все вкалывает, все работает. Вот, и, значит, ну, поведение, когда пригласили наших футболистов, значит, на стадион, и там Томми Лоутон был, мастер, который, значит, это самое, по заказу девяточку. Девятка – это верхний угол. Вот, правую, левую, с этого, с одиннадцатиметрового, на заказ. Вам правую, пожалуйста, вам левую, пожалуйста, вот. Ну, такой давешь на психику. И, ребята, значит, можно представить, чего это им стоило. Вот, и первые они, они проигрывали 2-0, пока Василий Карцев, который первый гол забил наш, он говорит, вспоминает, я, говорит, ворот не видел. Уже 2-0, когда проигрывали, увидал ворота, прям, 2-1, потом, значит, ну, там я уже не помню, в общем, 3-3 кончились, вытащили. Вот. Вторая была, так сказать, интеллигентная, поскольку у нас же любительский спорта назывался, это у них профессиональный, у нас любительский. И любительский спорт очень быстро с этим, скажем, Кардив-Сити, по-моему, это юго-запад на британской, на острове. Уэльс. А? Уэльс. Уэльс. Уэльс, ну, вот. Уэльс, Уэльс, да, 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 Уэльс. Вот. И там какие-то шахтеры, значит, это самое, такая скромная рабочая, вот. И наши уже пришли в себя, и этому Уэльсу, как они вломили, 10-1. Да, это было, да. 10-1. И эти самые, они хотели показать 11 на 11, как поровну, когда все, понимаете, когда не надо было мясом побеждать, мясным, вот. И, значит, там паника. Следующий в Лондоне, как он, господи, Арсенал. Вот, точно, да. Да, Арсенал. И, значит, и там стали искать этих самых звезд. Мэтьюс какой-то был, значит, я помню в этом, а это я в 60-80, в 46-м году мы переехали. Тут у меня друг появился, а тут я, значит, заболел брюшным тифом. Меня положили в больницу. А друг мне положил в больницу на правом берегу. А Элька мой с левого 6 лет, 7-7, 8-8. 8 мы закончили второй класс уже в 46-м году. Мы крутые. Да. В 46-м году. И вот он мне привез вот этот самый буклетик, 19-9, то самое, которое мы... И, в общем, и там даже в этом буклетике, я помню, там карикатура была. Иван Станкевич, по-моему, белорус наш защитник. А против него вот этот самый Мэтьюс. И такая картинка была. Иван Станкевич в юбочке, в фарточке, в косыночке, вот. И, значит, и Мэтьюс там этот самый... А этот вроде няньки воспитывается, говорит, к воротам ни-ни, чтобы к воротам не смел. Вот. И, значит, и блестяще. В общем, эта пакость, эта гнусь цивилизованная, что вот наравне, как бы они проиграли, и мы не проиграли. Мы две победы, две ничьих, ни одного проигрыша. Да. Вот. И этот самый... И... А сейчас об этом ни слова. Вот этот самый, который снял, понимаете. Вот там какую-то любовь кто-то... Какая там нахрен любовь была, понимаете. Там серьезно КГБ работало. Вот. А суть... Суть этой пакости, и что она у них не сплясала. И вот мы до сих пор, мы лижем. До сих пор мы... Стыдно мне за родную страну. Вот. В детстве мне за нее стыдно не было никогда. Оно не мне... Попадается. За что? Стыдно, 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 стыдно. И этого хватает. Ну ничего, сейчас это самое... Сейчас приходим в себя маленько. Перестали в открытую Америке лизать. Все-таки как-то... Немножко... Немножко ее как-то... Нехорошими словами позволяем себе. Вот. Хотя... Хотя... И тут еще, по-моему, этот самый... Как это называть? Ну мы же... Мы же коммунисты-то были. Ребята, давайте жить вместе. Кот Леопольевич у всего коротко и ясно выразился. Понимаете? Давайте жить вместе. Давайте жить по совести. И по совести капитализм это эксплуатация человека человеком. Понимаете? А мы тоже кинулись в бизнес. Мне и за это стыдно. Стыдно мне. Я никого не это самое... Не рву на себе. Эту самую, что вы... Ребята, давайте все за мной. Но стыдно. Стыдно, я даже больше скажу. Мне стыдно жить в стране под тремя гимнами, которые один взаимоисключает, другие. Ну, в Российской Федерации вроде бы один гимн или я ошибаюсь. Что один? Вроде бы один гимн в Российской Федерации. Один гимн был для Советского Союза или я ошибаюсь. Нет, так сейчас музыка та же, а слова-то... Слова изменились, давай. Ну, это как это? Или я-то помню, как сказать... Союз нерушимый республик свободных платила на веки Великая Русь. Что в этом плохого? А второй вариант, когда после победы Никита Сергеевича над Сталином в гробу, в победе бессмертных идей коммунизма мы видим грядущей нашей страны. И красному знамени нашей чести будем всегда беззаветно верны. Все правда, все по совести, все. А сегодня как-то по-другому. Ну, что поделаешь? В общем, Россия в дерьмо не первый раз вступает. У нее богатый опыт на этот счет. Ну и вылезала всегда, и этот раз вылезем. Это как-то мне так кажется. Ну, при ее средневых ресурсах я приношу изведения. Просто сейчас вырисовывается совершенно другой общественный строй, который при Советском Союзе сейчас, соответственно, вырисовывается как славянское часть населения, как некий верхний слой общества. Соответственно, среднеазиатское часть населения, которое в роли государственного арбайтера, по крайней мере, по Москве, как некий нижний слой общества в роли обслуживающего персонала и, соответственно, полный контроль ситуации, то, которое вырисовывается. Ну, да, 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 да. Но мы, в общем, идеологически мы продолжаем лизать это место, понимаете? потому что всегда было против капитализма, против эксплуатации, против, что кто-то работает, а я получаю. Но я тоже так с этим мозгами кручу. Но и сейчас о этом чуде, о котором Сталин сказал, что история была к нам милостива, она нам позволила такие чудеса совершить. И ведь это подумать надо. Это безграмотная почти что страна, на Сахе еще, понимаете, и такое чудо совершила, великой державой стала, понимаете, непобедимой. Только сама себя предала, и это пожалуйста. А так никто нас не побеждал. Когда мы сами сдавались, ну это... И это тоже мы. И это тоже мы, и вы у нас. Никита Сергеевич Хрущев правил 10 лет. И потом уже была... По-моему, уже картина какая-то была, но она бедная и не вышла, потому что его как раз сняли. А Никита Сергеевич Хрущев, я... Ну меня не пригласят в Думу никогда. Я бы там предложение сделал самым великим предателем всех времен и народов Никиту Сергеевича Хрущева, Хрущева, понимаете, когда... И это и верность ему до сих пор. Волгоград город-герой. Ни совести, ни... Ни грамотности, ничего, понимаете. Ни верности. И победе, кому мы будем всегда беззаветно верны. Прямо так вот. Как сказано, так и сделано. Да, именно так. Да, именно так. И вот, вот. Игорь Владимирович, давайте так, тема «Время вечернее», тема «Попытаемся, возьмем самую веселую», о женщинах, актрисах, партнершах, которые вам попытались. Потому что третий тайм у вас, насколько я помню, герой по имени Миша, у него была невеста. Была. Была. Ее играла, напомню, по-моему, Валя Шарыкина, или я ошибаюсь. Валя? Или я ошибаюсь. Кто играл там невесту в главном герое «Пункер»? Сады, кто-то Маркова, по-моему. Маркова? По-моему, Маркова. Ну, возможно, я еще... Возможно, я ошибаюсь. Вот она. Ну, у меня даже в книжке где-то она. Парсалеты ей есть. Ну, была. Понятно. А еще что-то живого из этого фильма можно вспомнить? Там все-таки Стриженов, невинный, совсем молодой. Ну, вы, в частности, вспоминали. Там, Куравлев, совсем молодой. Вот чем-то эти люди, эти личности были для вас интересны, как актеры, просто как люди? Вы знаете, я как-то у меня, друзья, вот Эрик Малыгин, потом, вот, самый, как его, доктор химико-биологических наук один, работал он в «Векторе» в Новосибирском. Вот. И получил лауреат государственной премии. Это сталинская, ленинская там какая-то была. Но он говорил, что он мне не... Он оформил, понимаете, самый материал москвичей каких-то. Вот. А у нас был гениальный, восхитительный педагог по русскому языку, и Лев Николаевич Сауянов. Вот. Тоже ничего. Я сейчас в Новосибирске был. Все вот говорю, ребята, ребята, вспоминайте, вспоминайте. Да. А у нас, вот, какая дурная советская власть-то была, сколько она. Понимаете? 73-я мужская средняя школа, в Кировского района города Новосибирска, в промышленном районе, никакая не элитная, ничего. И вот вам один выпуск 54-го года. Писатель Лихоносов, не пустое место. Лауреат этой самой премии. Сейчас и улицу назвали в этом, в Кольцове, в Новосибирске, Малыгина. Вот. Малыгина. Ну и какой-никакой вот актеришка народный. Ну, народный, популярный. Да, и понимаете, вот это всего-навсего. Ну, пошли где вы... У меня жена, она как её особо одарённые дети, она что-то при консерватории. Ну, надо говорить, таких выпусков она не помнит, чтобы Москва такие выпуски... Ну, то, что она помнит. Ну, вот, так это мы только... Не пустое место мы были. И сейчас и об этом чуде, о котором вот сказал Сталин, что история была к нам милостива, она нам позволила такие чудеса совершить. Да, об этом Черчилль писал, выступал на 80-летие, он Сталин, отмечал, Сталин в 73 ушёл. А, значит, Черчилль, что, значит, безграмотная, полуграмотная и безграмотная страна. На Сахе пахала, то есть он принял Россию с Сахой, про Пушкина, тьфу, про Пушкина, про Сталина. Он принял, Сталин принял Россию с Сахой, оставил с атомной энергией и с космосом. Вот всего-навсего. Что такое советская власть, понимаете, которой мы сейчас плюём, а Сталин с Берией нас защищают до сих пор. Понимаете, Берию расстрелял, Хрущёв, Хамло, Мурло, понимаете. Не, ну всё-таки в космос Гагарина заводил он. Собственно, Сталина на космос не вполне схватил, а Сталина хватил на ядерный щит. Так всё было Сталиным сделано. Мало того, когда он расстрелял этого самого... Это, знаете, ну, кстати же, вот это, по-моему, охрана была этого самого атомного, Курчатовского института вот здесь. Вот охрану, оборону, это всё Сталин и Берия. Вот. А Никита Сергеевич, да и госкосмос при них же готовился. Ну, госкосмос, да. Начал готовиться при них. Да, улетел, да, 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 этот самый собрал сливки и далеко, ну, далеко не уехал, потому что даже когда вся эта его произошла, о нём сказал тихо, нежно, негромко. Когда это, говорят, культ личности, ну, да, культ личности, ну, для этого же личностью надо было быть. Вот. А Никита Сергеевич насчёт личности там было слабее гораздо. Причём, очаровательно. Анекдоты ведь того времени, понимаете. Хрущёв в анекдотах везде идиот. Я вот один анекдот помню, может, даже второй. Ну, это чёртовой матери было. А Сталин умница в анекдотах во всех. Понимаете, какая штука. Ну, Сталин, в чём особенно ситуация с его имиджем, о нём невозможно фактически анекдот сочинить, кроме того, как Сталина изобразить в каком-то положительном образе. Так нет, во время жизни Сталина анекдотов не было. Вот. Не было. Даже у меня такой... Значит, где-то было... Отец у меня умер в 49-м году. Значит, я был в пятом классе, а это до того, значит, было. Анекдот был такой. Как, значит, это самое... Присудили, значит, к смертной казнью этого вот обвинённого. Но, значит, три... Три желания его исполнить. Вот такое. Вот. Дело было где-то, допустим, летом. Он сказал, что вот ему бы на охоту или там на лыжах покататься. А долго держать. А ничего, я подожду. Вот он дождался второго желания, значит, когда он на лыжах прокатился. А теперь мне бы хотелось свеженького винограда. Так это же... Он говорит, ничего, я подожду. И последнее желание, чтобы меня похоронили рядом с Иосифом Зелёновичем Сталином. Так он же жив ещё. Ну, я... Ничего, я подожду. Так вот этот невинный анекдот, понимаете, где Сталин никаким боком он просто... Ну, что, он жив ещё? Вот, мне отец сказал, вот, в общем, не надо этот анекдот. Там кого угодно называй, вот Сталина не надо. Вот. До такой степени. А анекдоты пошли после. Где... Ладно, 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 рада же об анекдотах зашла речь. Вам о каких-то ярких кинокомедиях повезло с ролями? Чуть не вспомнил. Нет, что-то... Не знаю. Не ради... Ну, ладно, потому что маленькую веру там, конечно, в упор, конечно, комедия не назовёшь, но вот, собственно, вот... Маленькая вера, это ведь, понимаете, это ещё русофобия. Ну... Она не... Ну, понимаете, она... Получается русофобия. Это фильм, где очень чётко видно, как молодёжь утратила определённые ценностные ориентиры. То есть, например, персонаж Соколова, главный мужской персонаж, он абсолютно не знал, как вести себя перед вами, как отцом. Как у меня сложилось впечатление, как у отцом. Не только от меня, понимаете, там, видите, я где-то вспоминаю. Ну, это трагедия хамства нашего, темноты нашей, понимаете? Ну, ведь трагедия хамства и темноты у Шекспиров, в этом, в Ромео и Джульетте тоже трагедия хамства. Две равноуважаемых семьи в Веронике встречают нас события, ведут междоусобные бои, не хотят взять кровопролитие. Друг друга любят дети и главарей. Вот. Но там... Так у нас Андрей Рублёв тоже ведь... Ну, тоже хамство правило миром тогда, когда. Но там был другой полюс. И у Шекспира, и у Тарковского. А вот у Васи Пичева другого полюса не было. Было только хамьё, пьянь, мразь, мама дура. У меня получилось, что мы работали вот с Мальцевой, которую я хвалил, которая... Потрясающе было, понимаете, она... Это мать Полины, да? Да, 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 вот. А сейчас волокёт всё Полина. А я пользуюсь этим. Нет, ну я потому что мне... Я многого чего простить не могу. Современную. Полина, она... Полина, она... Ну, она с потрохами, но в современном так. Хотя там ничего не читал, не видал, не знаю. Она пашет, 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 пашет. Вот. А я, ну что, в общем, без... Без искусства мы не люди. Мы только животные, потреблятели. Вот. А с искусством... Да нет, не... Ну, созидатели мы, человеки только настали. Вот. Ладно, Юрий Владимирович, вы начинаете здесь понемножку время позднее. Вам нужно спадки ложиться. Я постараюсь этот материал смонтировать побыстрее, который у нас получился. Вы же ещё, простите, из знаменитой четвёрки Земли Санниковой, единственный живущий. Да. Да, ещё про Землю Санниковой я надеюсь как-то поговорить с вами. Там и Даль, там и Дроворжецкий. Говори, Слава, что хочешь, что я договорить, спрашиваю. Извини, меня уносит куда-то в сторону. Нет, ну, смотрите, давайте сейчас так. Вот 3-5 минут. Казман Прутков сказал, отыщи всему начало, и ты многое поймёшь. Я всё-таки даюсь сначала искать. И так далеко ухожу от самого вопроса. Говори. Ну, это да. Просто я, на самом деле, по третьему тему, я же, собственно, как междетство в Киеве прошло, собственно, это о киевских событиях там было. А потом, соответственно, получился как-то вот какой-то хужественный сценарий. Ну, как-то... Причём-то, по-моему, мы их даже не расстреляли. Расстреляли потом какие-то, они что-то украли. Там что-то такое. Нет. На памятнике фигурируют 4 человека. Трусевич, Клименко, Кузьменко, Коротких. 4 человека, которые играли конкретно, конкретно за Киевское «Динамо» непосредственно перед началом. Почему? Потому что немцы очень сильно боялись непосредственно сотрудников органов безопасности. Немцы этого конкретно боялись. В фильме, кстати, эта тема звучит. Насколько я слыхал, понимаешь, что, в общем, там не так всё было ужасно, как в фильме. Что-то каких-то расстреляли, что-то они там украли. Там двое или трое, я не помню. Но это то, что я слыхал. В фильме, простите, всё свелось к довольно-таки примитивной драматургии. Одерживается победа, и, соответственно, вся команда садится, после этого кадр обрывается, после чего мне стало, в общем-то, как-то не вполне понятно, а чем же всё закончилось. Ну хорошо, ну сели они дальше, что? Нет, по фильму увезли всех на расстрел. В той версии фильма, что сейчас фигурирует в интернете, последние кадры фильма – это закрывается дверь этой машины, всё, дальше ничего не понятно. Дальше конец фильма. Так вот оно как-то самое, и я помню, что увозят на машине, на этой самой, и кто-то мы что-то там рукой машем, я там махал рукой. Да, вы там махали рукой, вы, соответственно, как-то более там самые, в роли простого советского супермена как-то часто было, вы сильно там махали рукой и так далее. Ладно, тогда давайте попробуем. Вот, собственно, Даль, Дворжецкий, Витцин, такая тройка актёров, и вы как актёр, ну вот, вы четвёртый в роли доктора, землесанников, ну расскажите, пожалуйста, как там Выборг узнаётся, там лёд узнаётся, Финского залива, там Камчатка узнаётся, ну вот. Вам всё рассказывать? Хотите, что всё, всё, всё? Там много чего есть рассказать. Этот сценарий. Теперь я понимаю, как погиб Барон Штоль. Он так же, как и мы, шёл за призрачными горами. Погиб, потому что у него не хватило сил на обратный путь. Ильин, на. Ильин! Ильин! Господа, мне нужен только один день. Очаровательный, усилительный сценарий, который нашёл Лёня Попов, по-моему, документалист. Притащил этот сценарий на Мосфильм, там все обалдели от радости, взяли его, вот. А в это время на Мосфильме был, ну как он сказать, ну, цех осветителей, цех, там, гримеров, цех. Был цех режиссёров, где, вот. И эти сказали, о, мы тут сидим, ничего не делаем, а кому-то там дают. Пошли к этому, к Лёне Попову, говорят, что, Лёнь, надо, кого бы вы хотели из... Лёня говорит, товарищи, кого хотите? Те, кто могут снимать, они снимают. А, в общем, я никого не хочу, мне это не надо. Ну, в общем, ему дали этого самого, вот, Макартычана, про которого Олег Даль говорил, он, Альберт Саркисович был, Макартычан, Олег Даль его звал Альбред, от Бреда. Вот. У этого была масса, это про него долго, как бы это покороче-то всё. В общем, сценарий очаровательный. А этот самый Альбред Саркисович был очень интриган, и там что-то такое. Короче говоря, все эти самые, они снимали, там снимался Шакуров. Вот. И они про себя, такое у них стихи были. Сидим в говне на волчьих шкурах, Дворжецкий Витцин, Даль Шакуров. Вот. Потом, значит, все они решили, что этот Альбред Саркисович хорошо бы убрать. Вот. Альбред Саркисович был ловчейник. Он успокоил Даля с этим делом. У этого самого не надо было, как его звать, Дворжецкого. У него проблемы были там с женами где-то в Москве, там в Сибири, где-то всё-таки. Вот. И вот не очень было до Альбреда Саркисовича. Гвицину вообще на всё наплевать было всегда. Вот. И остался один Шакуров, который что-то вроде... Вот. Ну, его и убрали, его сняли. Взяли меня. Взяли меня. Всё то же самое пошло. Понимаете, те же, так же... Вот. Ну, та же самая сцена с пистолетом, когда вы увлекаетесь, соответственно. А ну, измените курс судна. А ну, давайте на Аляску. Ну, да-да-да-да-да. Вот. И... В общем, Альбреду Саркисовичу я тоже не понравился. Он тоже пошёл и меня менять. И мы сказали, что сколько можно? Мы тебе одного сменили, другого. Давай, мудохайся с тем, что есть. Вот так вот я там в этом деле остался. Вот. И... А картина... Ну, прелестная, как сказать. Ну, мы с мамой как-то её смотрели. Мне было 6 лет. Мама меня повела в кинотеатр под названием «Дружба». Мы с мамой её смотрели. Ну, вот. А что там плохого? Всё там было хорошо. Вот. Ну, в общем-то, экранизация... Экранизация романа. Да. Ну, и потом эта самая тема-то восхитительная, замечательная. Да. Тема героическая. Да-да. По канону нынешнего кинематографа воспринимается вообще как первая серия сиклей. Вот. Всё. Давайте так. Вот. На этом я гашу камеру. Говорю вам спасибо. А в следующий раз, если нас на это хватит... Спасибо.